Пишем? Готово. Маша, веди Жору. Веди его, чтобы он не упал. Какое, что там нужно говорить? Смотрите наше расследование. Привет, это Навальный, и у нас такая непростая ситуация. Здесь реально даже находиться страшно. Вроде бы картина мирная. И я иду такой со стаканчиком кофе, но даже пальцы немножко дрожат. Мы с вами сейчас в городе Нью-Йорке. Покажи, пожалуйста. И именно здесь наши, как это называет Владимир Путин, западные партнеры строят свои планы, плетут козни и вообще осуществляют свои действия по развалу нашей страны. Но я уверен, что у них ничего не получится по двум причинам. Во-первых, главнокомандующий все-таки наш всегда стоит на страже. А во-вторых, и это самое главное, он не один. Вокруг него есть преданные люди, так называемая команда Путина. А внутри этой команды есть настоящий элитный спецназ. Это доверенные лица Путина, самые яростные патриоты. Они на своих плечах каждый день несут нож у того, что нужно разъяснять людям, как правильно должен быть устроен мир, что Россия за последние 20 лет при Путине все делает очень хорошо, очень верно и правильно. А вот то, что здесь, так называемая западная демократия, это худшее из того, что изобрело человечество. Эти кадры мы с Алексеем Навальным записали осенью 2019 года в Нью-Йорке. Тогда мы начали делать это расследование, думая, что речь пойдет лишь об очередном путинском прихвостне, пусть и всемирно известном. Платном поклоннике Владимира Путина, который в обмен на бюджетные деньги готов трубить на весь мир о любви к президенту. Естественно, и за границей. Мало того, даже среди доверенных лиц Путина, этого элитного спецназа, есть настоящие сверхлюди, которые не боятся проникать в самые кошмарные места, типа этого, и вести свои операции на территории врага. Эти люди скромны. Они никогда сами о себе не расскажут, ну просто потому, что воспитание не позволяет. Но мы считаем, что страна должна знать своих героев и об одном человеке мы вам расскажем. Валерий Гергиев. Талантливейший музыкант, знаменитый дирижер, но его таланты не исчерпываются только музыкой. Валерий Гергиев известен своей активной гражданской позиции благотворительными и просветительскими акциями. Уже вошедший в историю концерт симфонического оркестра Малининского театра с молитвой о Пальмире вызвал искренний отклик во всем мире, стал символом торжества идеалов гуманизма. Он очень и очень активен. Он подписывает все открытые письма, он участвует во всех пропагандистских шоу а-ля давайте устроим концерт на обломках Пальмира и так далее, и так далее, и так далее. То есть он на переднем крае борьбы, на линии фронта. Но мало кто знает, что на самом деле Гергиев даже перешел линию фронта, он внедрился в тыл врага, оперирует уже отсюда. Смотрите, вот в этом доме, в элитной части Нью-Йорка, совсем недалеко от центрального парка, Гергиев приобрел себе за 2,5 миллиона долларов квартиру площадью 165 квадратных метров. Это, конечно, огромные деньги, огромные деньги, и какая-то часть моего сознания волнуется за эти деньги. Ну ладно, купил квартиру. Но штука в том, что он 15 лет скрывает ее от нас. Не хочет хвастаться, не хочет рассказывать, как тяжела для него эта ноша. Одновременно быть доверенным лицом Путина и иметь квартиру в Нью-Йорке. Нью-Йорк и Лондон это для меня то, что я люблю, и то, что обязательно присутствует в моей жизни. Найти квартиру Валерия Гергева оказалось очень просто. Запись о ее покупке есть в публичном реестре недвижимости города Нью-Йорк. Вот он, этот небоскреб. Здесь на 56 этаже и располагается квартира Валерия Гергева. 165 квадратных метров. Там три спальни, три ванные комнаты и огромная гостиная с панорамным видом на Нью-Йорк. Место совсем не случайное. Здание располагается в Линкольн-центре. Отсюда до Метрополитен-оперы, где выступает Гергеев достаточно регулярно, около трех минут пешком. Квартира была куплена в 2004 году за 2,5 миллиона долларов, а сейчас ее стоимость в два раза больше. Ну а теперь давайте без шуток о том, почему Валерий Гергеев это сделал. Вот прямым текстом, хоть он, наверное, на меня и обидится. Все дело в том, что маэстро, конечно, талантливый музыкант, но одновременно лжец и лицемер. У него хватает доходов на эту самую квартиру в Нью-Йорке. Ну, казалось бы, возьми и задекларируй их. Ну, что такого? Купил квартиру в Нью-Йорке? Но нет. Потому что если бы эта квартира была в декларации, каждый раз, когда они вместе, все эти доверенные лица Путин-Гергеев в очередной раз вешали бы нам лапшу на уши и рассказывали про ужасный Запад, ну все бы просто возмутились и сказали, дорогой Гергеев, ну хватит нам врать, у тебя квартира в Нью-Йорке, что-то нам рассказываешь сказки. Поэтому он и врет нам через свою декларацию. А Путин помогает ему врать. По закону Гергеев должен быть немедленно уволен с поста главы Мариинки. Но, ребят, вы же отлично понимаете, что этого не произойдет. И Гергеев, и Путин, администрация президента завтра соврут снова что-то невообразимое, чтобы объяснить нам, что все на самом деле нормально, никакого нарушения закона не произошло. Потому что это власть лицемеров и лжецов. Они могут быть бездарными чиновниками, они могут быть талантливыми музыкантами, но суть не меняется. Это всегда власть лицемеров, лжецов и мошенников. Ситуация с тем, что квартира на самом деле есть, мы видим ее в официальном реестре недвижимости Нью-Йорка, а в декларациях Гергеева они просто ни слова, действительно поразительное. Здесь тебе ни сложных схем, ни номиналов, ни дальних родственников, на которых записано имущество. Тут сам чиновник, лицо, лично владеющая квартирой в центре Нью-Йорка, и он на протяжении многих лет врет, что квартиры такой у него нет. Чтобы убедиться в подлинности американские выписки и точно подтвердить, что квартира действительно принадлежит именно нашему Гергееву, а не какому-то там однофамильцу, мы воспользовались самым верным способом. Взяли подпись из документов о покупке квартиры и сравнили ее с подписью самого Валерия Гергеева, любезно предоставленной нам самим маэстро. Как несложно заметить, и этот автограф, оставленный Гергиевым на весу, и другие, которые удалось найти в интернете, не оставляют никаких сомнений. В 2004 году именно Валерий Гергиев лично купил квартиру в Нью-Йорке и все это время ее скрывал. Наша короткая, но очень полезная встреча с маэстро произошла в городе Милане, в легендарном театре Ласкало. Там проходила премьера оперы «Пиковая дама», на которую мы сходили. Премьера состоялась 23 февраля этого года. Было много зрителей, поклонников. Гергеева встречали великолепно. Мы не могли предположить и поверить в это тогда, но ровно в то время, как оркестр под руководством маэстро доигрывал финальные аккорды, во время бурных оваций и аплодисментов счастливых зрителей Ласкала, Путин начинал бомбить Украину. Через несколько часов, под утро, он объявил Украине войну. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И это был последний концерт Гергиева в Европе. Мы собирались рассказать вам историю Валерия Гергиева еще два с половиной года назад, когда и были сделаны эти кадры в Нью-Йорке. Но тогда она была бы неполной. Это всегда власть лицемеров, лжецов и мошенников. Тогда слова Навального о том, что Гергиев лжец и лицемер, что Гергиев за взятки и безумные гонорары отмывает репутацию своего доверителя, преступника, могли показаться каким-то преувеличением, чем-то недостаточно важным или недостаточно значимым. Ну, прославляет он Путина десятилетиями, и чего такого? Таких людей десятки. Наша преимущество Путин, и мы его должны защитить. Но время расставило все на свои места. Сегодня Путин, доверенным лицом которого служит Гергиев, уничтожает соседнюю страну. Сегодня Путин убивает тысячи российских солдат и даже не забирает их тела. И наш маэстро больше не лицо великой русской культуры, а лицо обезумевшего диктатора и лицо ужасающей войны, которую Путин начал. И среди политиков могут быть ненормальные, которых надо бы изолировать. Вот это страшно. И политики отдают приказы, регулярная армия начнет исполнять эти приказы. Делая это расследование, мы не могли и предположить, насколько удивительную историю мы найдем. Мы обнаружили, что Гергиев годами цинично ворует на благотворительном фонде своего же имени. Что тратить деньги, которые государство и госкомпании выделяют на помощь мариинке, молодым талантам, на себя, на элитную недвижимость и на роскошную жизнь. Маринскому театру повезло, потому что 20 лет назад художественным руководителем этого театра стал выдающийся дирижер, выдающийся музыкант Валерий Абисалович Гергиев. Мы расскажем вам о том, как директор российского театра оказался крупнейшим землевладельцем Италии. Мы покажем вам, что ему принадлежит. Недвижимость в Москве, в Петербурге, на Адриатическом побережье и в Венеции. Это и есть то, что и есть огромное счастье. Его фальшивый фонд, где с заблаготворительностью скрываются многомиллионные счета на развлечения и красивую жизнь. Ну и, конечно же, откроем главную тайну маэстро. Такую непатриотичную, ведь так нехорошо быть доверенным лицом Путина и гражданином страны НАТО одновременно. Перед тем, как мы отправимся в увлекательное путешествие по владениям Гергиева в России и за рубежом, мы должны получше познакомиться с нашим сегодняшним героем. Гергиев провел детство в Северной Осетии. Там он окончил музыкальное училище. В начале 70-х переехал в Ленинград, закончил консерваторию и стал работать помощником дирижера в Кировском театре. Так раньше называлась Мариинка. В 88-м году Гергиев уже стал главным дирижером. Будучи, безусловно, талантливейшим музыкантом, Гергиев выигрывал престижные международные конкурсы еще в Советском Союзе. А уж когда границы открыли, Гергиев прогремел на весь мир. В начале 90-х он уже выступал в Баварской государственной опере, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке, в Королевской опере в Ковингардене. В 95-м году Гергиев возглавляет Роттердамский филармонический оркестр. В 2008-м он уже во главе Лондонского симфонического оркестра. В 2015-м главный дирижер Мюнхенской филармонии. Просто сумасшедшая успешная биография. Гергиев вернул Мариинку, который руководил с 96-го года, на мировой уровень. Он поставил ее в один ряд с Метрополитен-опера, с Ла-Скала, с Венской оперой, с лучшими театрами мира. И Валерий Абисалович мог бы, безусловно, остаться просто великим российским дирижером. Гордостью страны. Но нашлись вещи, которые он любит больше, чем музыку. Деньги, власть и Владимира Путина. С Путиным Гергиев познакомился еще в начале 90-х в Петербурге. Там же он познакомился и начал дружить и с Кудрином, и с Грефом. Гергиев дружит с госбанкиром Костиным. Ему дают деньги олигархи Усманов, Тимченко и Евтушенков. Гергиев буквально придворный музыкант всех тех, кто десятилетиями разворовывает страну. Я дружу со многими, кто поспособствовал расцвету российской экономики. В чем смысл? Все очень просто. Валерий Гергиев – это такой теневой министр иностранных дел. Специальный человек, очень известный и популярный, которому вверено задание – стать лицом России за рубежом. И это буквально трюк, подмена, махинация. Он своими постановками, своим оркестром именем Мариинки должен сместить внимание с того, что Путин грабит и уничтожает Россию и соседние страны, с того, что он убивает собственных граждан химическим оружием на то, что не все так однозначно. Я значительную часть своей жизни посвятил, есть такое слово плохое, пропаганда. Не смотрите на Путина, смотрите на меня, я буду играть вам Чайковского, Шостаковича, Стравинского, только не смотрите на преступления Путина. Ну то есть Гергиев как будто ставит свою подпись, свою визу. Вы любите меня, маэстро, а я люблю Путина. Я уверен, что маэстро Гергиев и его замечательный коллектив сделают это с присущим им обычным блеском. Давайте на конкретных примерах. В августе 2008 года, сразу после вторжения российских войск в Грузию, Гергиев выступает в разрушенном Цхинвале. Мы сегодня в Цхинвале, чтобы выразить вам свое восхищение. Гергиев дает концерт в Пальмире, приуроченной к войне России в Сирии. Путин там рядышком, правда, по видеосвязи. Гергиев получает медаль за освобождение Пальмиры. Ордена из рук Путина. Гергиев нес олимпийский флаг на церемонии открытия Олимпийских игр вместе с Терешковой. Гергиев выступает на специальном концерте на Красной площади в рамках Чемпионата мира по футболу. И туда приходит Путин. Гергиев дает концерт зарядье. И туда приходит Путин. На сцене симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ну и конечно же эти ролики предвыборные. Хочешь, чтобы Россию уважали? Голосуй за Путина. Надо уметь держать себя президенту, чтобы со страной считались. Не знаю, боялись ли, уважали ли, считались. Окей, мы поняли. Где маэстро, там и Путин. Но возможно Гергиев манипулируют? Возможно его человека, творческого, неполитического, просто обманули? Ну или взяли в заложники? Никто ничего не понимает. Как бы не так. Гергиев прекрасно и очень четко знает свою роль и задачи по отмыванию репутации Путина за рубежом. Послушайте сами. Мы хотим помочь и Сергею Лаврову, с которым я давно дружу, вот как коллективный посол России, иногда появляясь в трудных точках, сделать что-то, чтобы понимание деятельности российского руководства, особенно нашего президента, было более глубинным, если хотите, более прямым и искренним. Чтобы в непосредственном контакте с россиянами, даже с нами, с артистами, люди составляли себе впечатление о том, что такое Россия сегодня. Вот еще один прекрасный пример. В Роттердаме в 2014 году Гергиев организует благотворительный концерт, посвященный вниманию, жертвам сбитого над Донбассом Боинга MH17. Майстер делает проникновенное заявление. Мое сердце, мысли и соболезнования сейчас с теми, кто скорбит о потере родных и друзей. Проработав в Роттердаме 25 лет, я глубоко ощущаю близость к голландскому народу и разделяю с ним непомерную боль этой трагедии. Как прекрасно, да? Его доверитель, Путин и его армия этот Боинг сбили. Убили 300 ни в чем не повинных людей. А Гергиев потом в стороне, которая потеряла 192 гражданина, об этом публично скорбит. Удивительная лицемерие. Я повел себя неэтично. На уровне конкретных высказываний Гергиев осознанно выстраивает мостик между великой русской культурой, которая во всем мире, безусловно, всем интересна, и Путиным. Вот послушайте. Отдельное огромное спасибо вам, Владимир Владимирович, за то, что в 2016 году мы можем широко, всенародно и на очень высоком уровне отметить эту важнейшую для нас дату 125-летие Сергея Сергеевича Прокофьева. Спасибо, Владимир Владимирович, за Прокофьева. Без вас про него бы точно забыли. Мне приятно, что сегодня страной руководит человек, который знает это, а не хуже нас, музыкантов. Или вот еще. Это уже после Крыма интервью. У Владимира Путина ясная и глубоко проникающая логика, когда он говорит о Крыме, о ситуации на Украине. Особенно актуальны эти строки сейчас. Президент может все объяснить, во всем убедить. России повезло, у нее сильный лидер. Но повезло на самом деле не России, а скорее самому Гергиеву. Прямо сейчас маэстро играет свой главный концерт. Он не сказал ни слова про войну. Он не судил, не высказался, не ответил своим поклонникам или работодателям. Он молчаливо и покорно поддержал войну и был за это щедро вознагражден. В конце марта, на встрече с Путиным, Гергиеву было предложено воссоздать дирекцию императорских театров, объединить управление Мариинкой и Большим. Валерий Беслович, мы с вами уже об этом говорили и раньше. Как вы относитесь к такой идее воссоздать такую общую дирекцию? Вот такие расчетливые, взаимовыгодные отношения. Гергиев Путину лицо, свою репутацию, а Путин Гергиеву деньги и возможность воровать. О финансовых махинациях Гергиева со средствами, собранными на благотворительность, мы расскажем чуть позже. А пока давайте посмотрим своими глазами, как на самом деле выглядела жизнь главного доверенного лица от культуры в свободное от концертов для Путина время. Мы, естественно, не просто так оказались в театре Ла Скала. И автограф маэстро – это совсем не то, ради чего мы приехали в Италию. Италия, как мы выяснили совершенно случайно, по праву может считаться основным, настоящим домом Гергиева. Ведь именно тут, по всей стране, мы обнаружили у Гергиева огромное количество недвижимости, которое принадлежит ему лично уже много лет. Редко бывают расследования, которые нас, людей искушенных, могут удивить. Но в случае с Гергиевым мы наткнулись на абсолютно поразительную историю, в которую, если бы не официальные документы, было бы вообще сложно поверить. Ведь речь о российском чиновнике. Сначала мы обнаружили просто ничем не объяснимую коллекцию личной недвижимости маэстро в восьми итальянских городах на разных концах страны. Недвижимости достаточно странной и необычной. Мы вам ее покажем. И изучив ее, ее историю, мы обнаружили настоящую жемчужину коллекции маэстро. Но обо всем по порядку. Нас ждет путешествие буквально через всю Италию. Мы специально покажем вам все ровно так и в той последовательности, в том порядке, как мы сами этот клубок распутывали. Наша остановка номер один – столица Италии. Рим. Буквально полчаса езды от центра Рима, и мы в элитном закрытом поселке Альгиата Кантри Клаб. Это клубный поселок. В нем есть собственное огромное гольф-поле, два центра верховой езды с крытыми манежами и полосами препятствий, теннисные корты, олимпийский бассейн и рестораны. И вот такая вилла тут тоже есть. Внутри 18 помещений, а снаружи замечательный бассейн. И принадлежит она Валерию Гергеву лично. Он ее собственник с 2016 года и, естественно, не декларирует. Прекрасное место, безусловно. И, пожалуй, это место самое нормальное, самое обычное из того, что мы вам сегодня покажем. Мы здесь не можем задерживаться долго, у нас еще огромное количество остановок. Двигаемся на 300 километров на юг и оказываемся недалеко от Неаполи из Соренто, в небольшом городке под названием Масса Лубренса. Вы не подумайте, я не просто так сижу в итальянском ресторане с прекрасным видом. Я здесь по работе. Видите, мыс у меня за спиной. Это не просто итальянский мыс. Это личный мыс директора Мариинского театра Валерия Гергева. Он находится прямо возле города Соренто, в нескольких километрах от острова Капри на берегу Неаполитанского залива. И сейчас мы с вами туда отправимся. Что? Да, целый мыс. Это наша вторая остановка. Вот он прямо у нас перед глазами. Красота невероятная. Море, скалы, зелень. Ну что еще нужно для простого итальянского счастья? Кстати, Гергеву принадлежит не только сам мыс, но и вот тот кусочек земли. Общая площадь его владений тут 56 тысяч квадратных метров. Место только на первый взгляд кажется пустынным и безжизненным. На самом же деле тут стоит несколько домов. Вид из них просто потрясающий. Следующая остановка – курортный город Риммини на побережье Адриатического моря. Мы в Риммини, на знаменитом итальянском курорте, который знаменит своей прекрасной погодой, своим замечательным морем и огромными пляжами. Каждое лето здесь собираются миллионы туристов со всего мира, но мы здесь сегодня не для того, чтобы отдыхать. Мы приехали сюда, чтобы найти многочисленное и очень странное имущество директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Это, честно говоря, достаточно странный список, но ни мы покупали, ни нам, знаете ли, осуждать. Сейчас мы вам все это покажем. Поехали. Мы летим над Адриатическим побережьем Италии. Это окрестности города Риммини. Здесь Гергиеву принадлежит много самых неожиданных мест. Вот только часть из них. Кусок сельскохозяйственной земли в полгектара. Небольшой участок земли вот тут. На нем стоят несколько строений. Летим чуть дальше и видим какой-то пустырь Гергиева. И вот этот объект, похожий на гоночный трек за ним, вы не поверите, тоже принадлежит нашему маэстро. Как и стоящая чуть позади автостоянка. У вас много вопросов и у нас тоже. Давайте спустимся и посмотрим все своими глазами. Ну вот мы и пришли. Мы на набережной. С той стороны моря. За моей спиной целый квартал, который принадлежит нашему маэстро Валерию Гергиеву. Вы видите здесь такую зеленую площадку, не очень понятно, что это. Но мы разобрались. Если посмотреть на это же самое место, на панорамах Google Maps, то видно, что летом здесь располагается Луна Парк или парк аттракционов. И здесь веселятся все отпускники. И мы, естественно, собирались все это распробовать и сделать видео какие-то на этих каруселях. Но мы приехали и ничего нет. Но кое-что осталось. На самом деле, вот за этим заборчиком есть какой-то то ли детский картинг, то ли какие-то детские машинки. Пойдемте посмотрим. Вот тут даже табличка специальная есть, параприета привата, что в переводе на русский означает «Земля путинского любимчика Валерия Гергиева». Вот там вот за заборчиком и прямо за этой ямой находится детский картинг, на котором можно покататься. И даже для безопасности детишек есть специальный маленький отбойник. Давайте осмотрим вещественное доказательство номер один. Похоже, это крокодил. Это аллигатор, который раньше, очевидно, был каким-то детским аттракционом, на который можно было сесть и верхом на этом аллигаторе куда-то проехать на карусельке. Ну что же, гипотеза подтвердилась. Этот аллигатор действительно для того, чтобы сидеть на нем вверху и кататься на карусельке. Прекрасная расследовательская работа, Мария. Спасибо. На самом деле это все не так странно, как кажется на первый взгляд. Земля располагается на первой линии, около моря. Здесь какие-то развлечения. Летом, когда здесь много туристов, я думаю, Валерий Абисалович может неплохо обогатиться за учетом. Это гоночная трасса для маленьких мотоциклов. Я не знаю, что здесь добавить. Мы просто перечисляем, что принадлежит Валерию Гергиеву в Италии. Ну вот, такая трасса. Наверняка на ней можно классно покататься. Тут же в окрестностях Римени мы обнаружили в собственности у Валерия Гергиева помещение, в котором находится бар. Но сейчас он закрыт. В другом здании Гергиева поселился ресторан с креативным названием United Tastes of Americas. И это вот бейсбольное поле тоже принадлежит нашему маэстро. Поле вполне себе действующее, ухоженное, можно играть. Два больших поля через дорогу тоже принадлежат Гергиеву. Я очень здорово проводил время на пустыре, но в один прекрасный день все обнаружилось. Прямую раппорту Римени Гергиеву принадлежит участок земли в 5 гектаров. Его используют как автокемпинг. Всего у нашего героя в Римени и окрестностях мы обнаружили десятки участков выстроений общей площадью 288 тысяч квадратных метров, то есть 30 гектаров. Но это еще не все. Мы отправляемся в Милан. Куда ты меня привез? Мари, я тебя привез в самое роскошное место и дорогое место Италии. Выглядит очень роскошно. Но для всех людей Милан это что-то супер дорогое, но в Милане оказывается есть еще и огромные поля, прямо вот в 10 минут от города. И огромное количество этих полей принадлежит Валерию Гергиеву. О боже, маэстро. И маэстро тут, я не знаю, не музицируют, не строят оркестровые ямы, а маэстро тут, судя по справкам, выращивает рис. Вот прям, кстати, у меня за спиной дом, который принадлежит Валерию Гергиеву. Видимо, это какая-то часть сельхозкомплекса, который тут был. Домом это назвать сложно. Сейчас это заброшено. Но, Мария, у тебя и такого нет. Это правда. Теперь мы в небе, недалеко от Милана. Первое, что мы видим, это вот это поле. Совсем недавно тут была помойка. Но Гергиева заставили ее убрать. Помойка маэстро удивительна. Прямо за бывшей помойкой находится поле Гергиева площадью 8,5 гектаров. Полей у маэстро тут действительно много. Кстати, вот этот заброшенный домишко справа тоже его. Как и вот этот, не заброшенный. В нем 22 помещения. Дальше видим перед собой еще 63 гектара участков нашего сегодняшнего героя. Но Гергиев на этом не остановился. Еще у Гергиева в окрестностях Милана есть очень страшный заброшенный дом площадью 320 квадратных метров. Место правда пугающее, нерекомендуемо. В отличие от этого места, например, центра парка, что называется Центральный парк. И здесь мы нашли очередную землю Гергиева под Миланом. Смотрите, вот мы находимся тут на входе в парк. А вот этот огромный участок площадью 9 гектар, он принадлежит Валерию Гергиеву. Все это он задает городу. Всего в Милане мы обнаружили больше 800 тысяч квадратных метров личной земли Гергиева. У меня, Жорж, знаешь, какой к тебе вопрос? Так. Вот мы шатаемся по всяким полям, лесам, помойкам. Не наступим. А нормально что-то будет? Мария, и у тебя, и у меня наши расследовательские чуйки, они подсказывают, что если у человека в Италии есть, не знаю, помойка, рисовое поле, мыс и еще миллион очень странных мест, то наверняка у него есть и вилла, и палаццо, и бог знает что еще. Возможно, нам стоит поискать чуть получше, и мы все-таки переместимся с этого поля куда-нибудь в суперроскошное место. Хоть бы, хоть бы. Вы наверняка пытаетесь понять, зачем Гергиеву это все? Ну, где маэстро, а где миланская помойка или ресторан United Tastes of Americas? Все это выглядит очень странно, и чтобы разобраться, нужно внимательно изучить историю всех этих объектов, а точнее, прошлого собственника, который у всех этих объектов, к слову, один. Точнее, одна. Это очень богатая и достаточно известная дама. Ну, вот она на фотографии с Путиным. Ее зовут Йокко Нагая, и история ее достойного художественного произведения. Она японская орфистка. В 70-х годах в Европе она познакомилась с итальянским графом Ренцо Чискино. Он был сильно старше нее, и уже через 7 лет брака в 1984 году он умирает, а овдовевшая Йокко Нагая наследует его состояние — примерно 190 миллионов долларов. И следующие 30 лет она тратит их исключительно на поддержку музыки. Валерия Гергиев — ее главной любимицы протеже. Она жертвовала деньги на строительство новой мариинки, покупала музыкантам инструменты, посещала фестивали и гастроли. В 2015 году графиня скончалась. Она завещала развеять свой прах над озером Байкал, что Гергиев и сделал. В завещании Йокко Чискино просила передать графское имущество своего мужа Валерию Гергиеву. Завещание, если верить реестру, было написано прямо в день смерти. Если в сети сельхозугодья, парки аттракционов, кемпинги, заброшенные дома и бейсбольные поля можно посчитать случайно свалившимися на Гергиева достаточно дурацкими активами, но которые он, тем не менее, 6 лет уже не продает, то наш следующий объект, дом, в котором когда-то жила сама графиня Чискино, это уже настоящая роскошь. Где он находится, да и вообще об особом интересе Гергиева к этому городу, можно было догадаться раньше. Вот, посмотрите, новость от 2019 года. Валерий Гергиев объявляет благотворительный концерт, собирает миллион долларов на восстановление затопленного города. Не города, то лун в Иркутской области и даже не сел Краснодарского края. Гергиев собирал деньги на восстановление в Венеции. Города, который абсолютно точно занимает особое место в сердце маэстро. Вообще, Валерий Гергиев обитает в основном в Санкт-Петербурге. Там располагается Мариинский театр, которым он управляет. Там еще много других активов, о которых мы сегодня обязательно поговорим. В общем, он петербуржец, живет в прекрасном городе на Неве, в Северной Венеции, как ее называют. Я бы хотел сказать, что мы переносимся в Северную Венецию, но нет. Мы переносимся в самую настоящую южную оригинальную итальянскую Венецию. И местные находки нас очень поразили. Сейчас мы вам все покажем. Ну, конечно же, все самое интересное, что нам удалось найти, располагается здесь, в Венеции. И тут есть небольшой фокус. Все, что мы вам показывали до этого, оно было записано на Гергиево лично. Но в Италии у Гергиево есть еще и своя компания. И на нее записано гораздо более впечатляющее имущество. Вот тут вот у меня за спиной сейчас идет ремонт. И все это здание принадлежит компании Гергиево. Мы сейчас с этой стороны не можем вам его показать. И нам придется исхитриться, чтобы вы все-таки смогли насладиться этими видами. Благо, у нас есть замечательный план, как это сделать. Самое экстремальное путешествие. Выбросы адреналина. Невероятный экстрим. Все это для вас на канале Навальный. Подписывайтесь. Если честно, я второй раз в жизни записываю видео с лодки. Но первый раз был несколько более стрессовый. Это когда мы на нынной лодке подплыли к дворцу Путина. Сейчас, должен признаться, условия гораздо более комфортные. Георгий, скажи, пожалуйста, откуда ты такая замечательная, красивая, удивительная шляпа? Потому что ты, Мария, мне ее подарила. А подарок, как известно, не от дарок. И чтобы не обижать тебя, я вынужден теперь ее носить. А на тебя очень нельзя. Спасибо. Ну что, мы приехали. Ну или скорее приплыли. Вот здесь вот у нас за спиной находится венецианское палаццо 16 века. Это даже не дворец. Здесь это принято называть отдельным словом палаццо. Ну это похоже на дворец. Ну это безусловно дворец. Это такой городской дворец для очень-очень дорогой и успешной венецианской семьи. Мы видим, что этот дворец украшен очень необычным даже для местных домов образом. Он весь в мозаике. Это специальная мозаика. Когда она была сделана? Само здание, если я не ошибаюсь, 16 века. А потом, 200 лет спустя, его обложили муранским стеклом. И вы видите там... Но его не просто обложили стеклом. Там есть сюжеты. Это все здания. Его фасад посвящены Венеции. На самом верху мы видим изображение двух величайших венецианских художников. Чуть ниже изображение 35 херувимов, которые показывают все виды искусства. А в самом низу просто сюжеты из итальянской венецианской истории. Фасад этого здания исполнен муранским стеклом. Это не просто так. В этом здании очень долго располагался офис большого итальянского производителя. Вот ровно такого муранского стекла. А сейчас, как мы видим, здесь ремонт. И располагается здесь отнюдь не офис больше, а личное здание Валерия Гергиева. На самом деле, это не все имущество Гергиева в Венеции, которое мы хотим вам показать. И нам не просто нравится плавать на гондоле по каналу. Мы здесь еще и расследуем. Смотрим следующий дом. На самом деле, далеко плыть не надо, потому что следующий дом находится слева от предыдущего. Это тоже венецианская палаццо, еще более старая 15 века. И часть его принадлежит Гергиеву. Можно обратить внимание, как сильно отличаются эти здания. Одно из них в таком готическом стиле, а другое вот такое, более веселое и задорное, с муранским стеклом. Но оба этих здания имеют одного и того же владелица фирмы Гергиева. Гергиев, смотри, какие мы, мощные расследователи, снимаем с земли, с воздуха, а теперь еще и с воды. И даже из космоса мы снимаем, Мария. Нам осталось сделать какой-нибудь подводный отряд, который будет подплывать к яхтам и снимать их снизу. Боевые аквалангисты Навального. Морские котики. Наша следующая остановка. Мы находимся в самом легендарном, самом знаменитом месте во всей Венеции. На площади Сан-Марко. Ну, согласитесь, было бы действительно странно приехать в Венецию и не прогуляться по Сан-Марко. Но мы здесь даже не из туристического интереса, а из сугубо антикоррупционного. Потому что прямо здесь, вот тут, за моей спиной, находится ресторан Кватри. И он не просто так тут находится, он сидит в помещениях Валерия Гергиева. Это очень древний ресторан, он работает с 1775 года. Он принимал таких гостей, как Марсель Пруст. Вагнер. Александр Дюма-старший. А теперь здесь сезимой. И говорим о российской коррупции. Достаточно неплохо здесь. Да. В отличие от многих предыдущих мест, где мы были, от всех этих рисовых полей, сельскохозяйственных угодий и помоек, это место, это просто золотая жила, это главная площадь города, главная туристическая точка. Здесь толпы людей, вне зависимости от сезона. Помещение здесь можно сдать хоть под кафе, хоть под ресторан, хоть под музей или магазин. И иметь постоянный стабильный заработок. Чем, собственно, Валерий Гергиев и занимается. Палация Барбарига в Венеции нас удивила не только своим затейливым видом и мозаичным фасадом. Этот объект хранит, наверное, главную тайну путинского маэстро. Давайте смотреть документы. Здание, как мы говорили, принадлежит не напрямую Гергиеву, а одной из его фирм. Фирма ежегодно публикует такую вот отчетность. Вот, например, информация о владельце компании. Все 100% акций у Валерия Гергиева. Есть его личный итальянский налоговый код. А прямо под ним поле читадинанса. В переводе на русский гражданство. И название страны, гражданином которой является Гергиев, меньше всего похоже на слово Россия. Он гражданин страны под названием Паэсси Басси. Так на итальянском называют Нидерланды. О наличии у него иностранного подданства никогда официально не сообщалось. Однако Гергиев действительно мог его получить. Он мало того, что возглавлял Роттердамский филармонический оркестр, но он еще и получал от королевы Орден Нидерландского Льва. Из этого же документа, к слову, мы узнали, что эта же фирма Гергиева владела еще семью домами в Милане. Они были недавно проданы в общей сложности за 47 миллионов евро. Два палацца – это еще минимум 20 миллионов евро. Плюс все эти бесконечные сельхозземли и участки на набережной в курортных городах. Только итальянские активы Гергиева можно оценить более чем в 100 миллионов евро. Все это время мы с вами обсуждали заграничные активы Валерия Гергиева. Недвижимость, которую он тщательно прячет. Если раньше он подавал фальшивые декларации без нью-йоркской квартиры, то с 2017 года он не отчитывается о своем имуществе вообще. Что абсолютно незаконно. Декларации других директоров театров публикуются каждый год. Но если бы Гергиев честно указывал всю свою иностранную недвижимость, то только ее итальянская часть заняла бы десятки страниц. Каждый из нас имеет право знать, как и на что живет руководитель государственного театра. Доверенное лицо президента. И сейчас мы об этом вам расскажем. Лично Валерию Гергиеву принадлежит три квартиры в Санкт-Петербурге, в одном доме на Воскресенской набережной. Общая площадь квартир 670 квадратных метров, стоимость около 140 миллионов рублей. У Гергиева также есть квартира и в Москве, на Тверской, за 130 миллионов. А еще у Гергиева есть собственный концертный зал и дача в поселке Репино Ленинградской области. Изначально участок в Репино выдали маэстро в аренду от города, ну, для строительства концертного зала Мариинки. Но потом чудесным образом земля и само здание оказались в личной собственности Гергиева. И зал теперь в собственности не у театра или города, а у Гергиева лично. Используется строго по профилю маэстро. Там проходят закрытые вечеринки для гостей Петербургского экономического форума. Например, Кудрина или Николя Саркози. Там же дают концерты лично для Владимира Путина. Маэстро показал президенту зрительный зал, который построен по новейшим технологиям. Затем состоялся небольшой концерт. За дирижерский пульт встал сам Гергиев. Архитектор новой концертной площадки, французский мастер Ксавье Фабр. Но если бы дело ограничивалось этим, ну, российскими квартирами и дачами, записанными на маэстро лично, мы бы даже, наверное, не стали уделять этому внимания. Недвижимость хоть и супер дорогая, но и Гергиев ведь успешный, всемирно известный дирижер. В самом начале ролика мы сказали вам, лояльность Гергиева куплена. Это сделка. Он любит Путина за деньги и возможность воровать. И сейчас мы это вам докажем. Благотворительный фонд Валерия Гергиева. Вы только посмотрите на описание целей фонда. Укрепление и развитие социально-культурной среды, поддержка молодых исполнителей, популяризация классической музыки, благотворительные акции, концерты, содействие в профессиональном обучении. Какие благородные цели? В этот фонд перечисляют деньги и лично олигархи, и их фирмы, и государственные компании. Банк ВТБ, РЖД, Россети, Сбербанк. Фонд Гергиева платит правительство Москвы. Фонд Гергиева даже международные известные бренды поддерживают. Мастеркард, Неслепи, ПВС. Ну а как же не поддерживать такое полезное благородное дело? Так вот, мы изучили банковские проводки благотворительного фонда Гергиева и установили, что этот фонд является личным кошельком маэстро, откуда он, не стесняясь, абсолютно берет деньги в неограниченных количествах, на себя и на роскошную жизнь. Со счетов именно этого фонда, а отнюдь не из зарплаты Гергиева, оплачивалась Репинская дача маэстро, ВИП-концертный зал. То есть строили на деньги благотворителей, а собственность оказалась личная, Гергиева. Какая-то мистика. Благодворительный фонд Гергиева два года назад купил три соседние квартиры в элитном питерском жилом комплексе Artview House. Дом очень роскошный, стоит прямо у воды. В нем всего 24 квартиры и двухуровневый подземный паркинг. Там у фонда три квартиры общей площадью 335 квадратных метров стоимостью 260 миллионов рублей. Гергиевский фонд отметился на рынке недвижимости и в Москве. Вот в этом доме, в Малом Каковинском переулке, рядом с Арбатом, фонд Валерия Гергиева купил аж 4 квартиры. Их общая площадь 644 метра, а цена 708 миллионов рублей. Есть еще 4 машиноместа. Каждая стоит по 3,5 миллиона. Итого только квартир в Москве и в Санкт-Петербурге у фонда Гергиева почти на миллиард. Но есть еще земельный участок на Рублевке. Ну, куда же без него благотворительному фонду. 73 сотки в Николиной горе куплены в 2013 году. Стоят около 230 миллионов рублей. Помимо скупки квартир, фонд оплачивает и личные нужды Гергиева. Чего мы там только не нашли. У Валерия Гергиева есть банковская карта фонда, которая выпущена на его имя. И так мы узнали, что благотворители буквально кормят маэстро. Зачем платить за еду самому, если можно заплатить деньгами госкомпаний? Со своей карты Гергиев оплатил счет на 375 тысяч в Мюнхенской пивной. На 2,5 тысячи долларов из фонда он поел в нью-йоркском ресторане. 2,5 тысячи евро ушло на врача в Баден-Бадене. Гергиев сделал 12 платежей в ресторане «Наша дача» на общую сумму больше полумиллиона. Вот один платеж за коньяк, виски, водку, шампанское и вина на полтора миллиона рублей. Вот полет на бизнес-джете за 2,5 миллиона. Ну, это ли не благотворительность? Это вообще лакомое блюдо. Гергиев настолько нагло и бессовестно использует благотворительный фонд как личный кошелек, что оплачивает с него ремонт и коммунальные платежи в своей московской квартире. Человек вообще своими деньгами не пользуется. Вот наша любимая платежка. Благотворительный фонд имени Валерия Гергиева оплатил услуги индивидуального предпринимателя «Гонсалес Гонсалес» Алексея Мануэлевича на 339 тысяч рублей. Услуги заключались в поставке сигарных тубусов и показе офисенада-шоу. Это такое сигарное шоу, где учат крутить сигары и проводят их дегустацию. И это еще не все. Кроме оплачивания дорогих развлечений Гергиева, благотворительный фонд, который, напомним, должен поддерживать молодых исполнителей, просто переводит деньги Гергиеву лично. Только с 2018 по 2020 год из благотворительного фонда на личный счет «Маэстро» поступило более чем 300 миллионов рублей. Чьи все эти деньги? Госкомпании в основном. Полтора миллиарда рублей пожертвовал ВТБ. 188 миллионов поступило от Сбербанка. 70 миллионов пожертвовал Газпромбанк. 400 миллионов, сюрприз, пришли от правительства Москвы. Еще 430 миллионов дал олигарх Усманов. Там еще Сургутнефтегаз, Роснефть, Ренова, Северсталь, Газпромбанк, УГМК. Общая сумма пожертвований фонд Гергиева за последние 4 года больше 4 миллиардов рублей. Гергиев считает, в России немало людей с уникальными данными. Но главное – это заряженность на честный труд. И тут я не могу не напомнить, что всего несколько недель назад был вынесен приговор Алексею Навальному. 9 лет строгого режима. Алексея Навального обвинили в том, что он собирал деньги на некоммерческую организацию – фонд борьбы с коррупцией. А тратил их якобы на личные нужды. Ни одного доказательства того, что Навальный получил хоть копейку от ФБК, не было. Навальный не тратил деньги ФБК на ремонт у себя дома. Не заказывал частные самолеты. Не скупал элитную недвижимость. И даже не нанимал индивидуального предпринимателя Гонсалес Гонсалеса для проведения сигарных шоу. Навальный на эти деньги боролся с коррупцией и получил 9 лет. Видите, какая грустная ирония. Против Навального сфабриковали дело по фабуле, которое плюс-минус описывает то, что доверенное лицо Путина делает на самом деле буквально каждый день. Валерий Гергиев может быть хоть самым гениальным музыкантом на земле. Но, к сожалению, это не отменит того, что он мошенник и вор. Что рука об руку с его талантом идут обман и финансовые махинации на миллиарды рублей. С бюджетными деньгами. Вот она. Та самая сделка с Путиным. Показная любовь, очистка репутации, оправдание преступника. И все это банально. За деньги. Эти кадры, наше итальянское путешествие, мы сняли за несколько дней до начала войны. Тогда только шли разговоры о том, что Россия планирует нападение на Кураину, что это возможно, что у границ тянуты войска. Мы хотели вам рассказать историю о лицемире Гергиеве, который прямо в те дни, один за одним давал концерты в Европе. Прославлял Путина и путинский режим, сам при этом не связывая собственную жизнь с Россией вообще никак. Но сейчас Валерий Гергиев, не осудивший, не сказавший ни слова про войну, встал в один ряд с военными преступниками. Под аккомпанемент оркестра Гергиева взрываются ракеты, вырезаются украинские города, расстреливаются мирные жители и сжигается все живое. Талант Гергиева теперь подчинен войне, смерти и разрушению. Под его музыку уничтожают Россию, отбрасывают ее на десятилетия назад, делают нищий, бросают в тюрьме и убивают несогласных. Затыкают рты всем тем, кто осмелился хоть что-то сказать. Мы не сомневаемся в том, что Валерий Абисалович это расследование посмотрит или прочитает. Как и в том, что это сделают многие другие адепты путинской войны. Поэтому пусть они посмотрят и на эти кадры. Вы, доверенные лица, придворные артисты, пропагандисты и инстаграм-бойска, вы, деятели культуры, вывешивающие путинские свастики на фасады своих театров, несете ответственность за это. Мы требуем внесения Валерия Гергиева и всех доверенных лиц Путина, которые по сегодняшний день не отреклись от своего сумасшедшего покровителя в санкционные списки стран всего мира, пока Гергиев не находится ни в одном. Чтобы не было ни одной приличной страны, где путинские приближенные могли бы открыть счет или купить квартиру. Чтобы ни один театр, ни одна сцена мира не подпускала и близко этих, пусть и талантливых, но очень продажных людей. Ваши достижения стер Путин, обнулил. Ваш талант не стоит ничего, если под его флагами уничтожают будущее. Мы требуем лишения Гергиева всех его орденов. Пусть с него сдирают все эти звезды Италии, ордена почетного легиона, ордена искусств и литературы Франции и бесконечные медали от других государств. Между российской культурой и миром не нужен посредник, если этот посредник – мошенник, коррупционер и трус. Российской культуре за границей не нужно специальное лицо, тем более, если это лицо одновременно Путина и войны. Подписывайтесь на этот канал «Здесь говорят правду». Свободу Алексею Навальному.